Приветствую вас. Я, по-моему, все-таки склоняюсь к тому, что ответ первого эксперта, который вам ответил на ваш вопрос, является более верным. То есть не совсем понятно, откуда у вас взялись вот эти вот установки. Там была довольно странная установка, надо сказать. То есть как странная. Они, эти установки, в принципе, имеют место быть, безусловно, но нужно четко понимать, что, во-первых, как бы девочка сама она не должна. Она не должна соответствовать вашим стандартам. Она не должна как бы отвечать вашим требованиям. Совершенно непонятно, почему вы хотите ее поменять. Если, как вы говорите, у вас не любовь, если вы ее безумно любите, то зачем вам ее менять? Ну, она изначально была такая, вот какая она есть. Это изначально ее позиция. Это изначально проявление ее. Если она будет вести себя как-то иначе, то разве это не будет означать, что это уже другой человек? Разве это не будет означать, что девушка стала другой? Она перестала быть той, по сути, кем, ну, например, вы ее изначально полюбили, скажем так. Так, вот на этот вопрос я рекомендовал бы вам, ну, для начала ответить, потому что этот вопрос действительно очень важный, на мой взгляд. На мой взгляд, это очень важный вопрос. Если вы, еще раз, как говорите, любите девушку действительно, любите и действительно хотите для нее всего только самого лучшего, то я ни душу не думаю, что вы выбрали верную позицию. Потому что позиция ваша сама приколась, что девушка должна меняться. А это никогда не свидетельствует о наличии любви. К сожалению. Это свидетельствует о чем угодно, только не о наличии любви. И это то, что вам нужно принять. Понять и принять. Для начала. Для начала. Далее вы говорите о том, что вам не нравится, значит, так, что девушка сидит в соцсетях. Ну, понимаете, как бы, вот, опять, момент такой, а как она сама отзывается о них, ну, я имею в виду о соцсетях, они ей как, они нравятся ей, они, она считает, что все хорошо, все в порядке, так и должно быть, или как. Понимаете, все дело в чем, если девушка считает, что социальные сети, это нормально и хорошо, то, опять-таки, убеждать ее обратно не имеет смысла. Вы только настроите ее против себя. И, как бы, понимаете, если вы ее любите, то вам нельзя пытаться на нее повлиять. Зачем вы ее перевоспитываете? Зачем вы, как вы говорите, объясняете ей, что правильно, а что нет? То есть, вот, вы говорите, да, что, вот, так, я ей рассказываю, как быть правильным. То есть, вы почему-то решили, что она на вас слушает. Вы почему-то решили, что вы можете ее учить. Вот, если честно, мне данная позиция непонятна. Почему вы решили, что вы можете ее учить? Почему вы решили, что вы можете ей объяснять? Да, она может быть недостаточно взрослой, ей 19 лет, но если она с вами в отношениях, то, как бы, объективно вы уже посчитали ее взрослой. И зачем вы пытаетесь ее поменять, это, скорее, ваши определенные потребности, может быть, но никак не что-то, что можно говорить о любви. То есть, любовь – это иначе принятие человека таким, какой он есть, без какого-либо желания, без какой-либо потребности менять его. Ну, а у вас, к сожалению, получается так, что вы ее пытаетесь изменить. И, как бы, если, допустим, вы считаете, что она дает вам поводы для резности, то, опять же, как бы, человек придерживается таких взглядов, и вам эти взгляды, ну, никак не изменить. Хотите вы этого или не хотите, но вам не изменить этого. Не изменить эти взгляды по каждому, потому что у человека эти взгляды есть, и до тех пор, пока у нее эти взгляды есть, она пока сама не придет к тому, что эти взгляды, там, не верны, или что-то еще, пока она сама к этому не придет. Вы ее не переубедите. И никто не переубедит. И это нормально, это хорошо, потому что она отстаивает свою индивидуальность. А вы, вы пытаетесь ее, как бы, поменять, вы пытаетесь ее, как бы, переделать, и это очень странно и не похоже на поведение человека, который уверен в себе. И в этом контексте я бы рекомендовал вам подумать о том, как раз таки, что заставляет вас действовать таким вот образом. То есть, что заставляет вас пытаться ее поменять, что заставляет вас пытаться, как бы, на них повлиять и подчинить ее себе. Какие личные мотивы? Если вы хотите, как вы говорите, тихих и счастливых отношений, то, видите ли, есть проблема. Тихие и счастливые отношения, может быть, подходят вам, но, скорее всего, пока что не подходят девушке. И если вы любите ее, а у меня есть предъявление, что это не совсем так, потому что в противном случае вы бы не стали писать о том, что вы хотите других отношений, то есть таких отношений, которых она вам не дает, вы, по сути, пытаетесь подогнать ее под образ, который у вас созданет. То есть у вас созданет образ идеальных отношений, и вы пытаетесь подогнать ее под этот самый образ. Это не есть хорошо, это не есть правильный. Хотя, пока вы будете действовать так, у вас будут проблемы. Если вы хотите со своей девочкой устраивать отношения хорошие, устраивать отношения правильные, то вам стоит поискать причины, по которым вы ведете себя именно так. То есть какая вам нужна девушка? Если вы считаете, что, например, девушка вам нужна более погладистая, более, там, не знаю, подчиняющаяся, то кто вам мешает именно в такой строительной отношения? Почему вы, желая, чтобы девочка зависела от вас, выбираете независимую? В общем, и эта модель поведения говорит о том, что вы пытаетесь сами себе что-то доказать. Возможно, вы не уверены в себе, в чем-то. Возможно, вы не принимаете себя до конца в чем-то. И из-за этого вам и хочется делать вот то, что вы делаете. Ну и отдельный вопрос, это вопрос, связанный с тем, зачем вам, чтобы девушка была у нас зависимой? Для чего вам это нужно? Вот ответьте себе на вопрос, зачем делать человека зависимым? Хорошо ли это? А главное, является ли любовью, когда человек зависим? Подумайте об этом. И я рекомендую вам пройти пара консультаций. Вам необходим личный рост. Вам необходима проработка неуверенности в себе. Вам необходимо ее повышение. Вам необходимо работать над своими страхами. И вот, если вы сделаете все это, а также более четко будете понимать, какую модель мужского поведения вы хотите иметь, и какая девушка рядом с вами нужна. Если вы будете понимать это, вы сможете сопоставить все это с тем, что у вас есть сейчас, и увидите неизбежные рассочнения, которые и будут отназначать противоречия. И придя к этим противоречиям, уже можно будет говорить как раз таки о том, чтобы эти противоречия убрать. Но это требует работы. Если вы готовы на нее, то выбирайте любого эксперта на нашем ресурсе. И, думаю, с радостью каждый из нас вам поможет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, буду рад помочь. Пишите, если ответ понравился. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго. И удачи вам. Удачи вам.